всем привет решил поделиться своими настройками руля logitech g27 для игры project cars вот я не говорю то что они очень правильные там какие-то но мне они нравятся больше всего по ощущениям чем предыдущие какие-либо я настраивал так скажем с помощью настроил так что нет клиппинга применил твики вот сейчас скажу как это дело все в общем нужно вот такая программка сначала logitech gaming software вот она установлена в виде вот так выглядит файл выглядит вот так вот вот устанавливаете и значит дальше на вот этом вот форуме поэтому адресу скачиваете скачивайте вот этот файлик архив зиповый здесь надо регистрироваться правда ничего страшно зарегистрируйтесь проблема вот либо скачивать вот это pdf excel но версии 2 и 2 это основной консолей это значение для каждых автомобилей отдельно подбирал человек так скажем более оптимальный параметр вот пример pdf файла как выглядит версия таком там 2 и 2 до как раз предыдущие который сейчас пока только доступно стало для консольщиков все эти значения можно изменять в игре вы их вписываете в гараже желательно в гараже потому что вот это значение может вот это вот значение можно только в гараже вписать вот и соответственно можете там подбирать но это заморож на каждую машину конечно там настраивать что-то поэтому я решил все-таки скачать твики и настроить общие настройки корректно чтобы все эти твики потом которые я буду которые я загрузил точнее в игру работали корректно не подстраивать уже каждый автомобиль что меня очень бесило в общем скачали твики скачали архив вот архив вот он открываем от архив 66 папочек в нем это категории твиков как раз разная немножко по ощущению вот я выбрал и основу как раз самое главное то есть основался чисто на этих твиках настройки руля будут общим в игре как бы на основе именно этой категории с другими не пробовал поэтому все значения все действия повторяйте посмотрите как это будет и потом можете подстраивать по другие какие-то папки там неважно я показывают то что я сделал за остальные так скажем не только часть какие другие там значения и так далее в общем копируем вот под папку так скажем вот это вот эта категория которая позволяет почувствовать более-менее заднюю ось автомобилем мне очень понравилось задняя оси просто прекрасно чувствуется вот копируем значит все вот эти для каждого автомобиля копируем и идем в мою папку мои документы проекта создаем тут вот эту папку fb ее не существует она создается и будет пустая соответственно вставляете эти файлы все твики загружены в игру дальше дальше запускаем профайлер logitech вот он создаем профиль для project cars вот new как брауз и подбираем вот здесь два экзешника один из экзешника выбираем соответственно 64 разряд на 64 так ну покажу вот как бы вот можно значок так ладно в общем привязывайте экзешник вот он здесь будет и игра соответственно запускается отсюда вам не откуда-то там а именно отсюда также еще в общих настройках с нами вот такие параметры здесь я ничего не придумывал эту уже давно такие значения выставляются в этой игре в так скажем в project cars мы видим общее значение вот здесь важны пара всех параметров и полный радиус поворот руля также галочка вот это вот привязывать настройки игры соответственно поэтому все остальные как бы идут на ноль потому что приоритет идет настройка игровых в общем так вот все вроде сказал так скажем по подготовки а чё ты у меня висишь ты не пойму от и все нормально так сейчас я не буду в игру заходить потому что я буду сейчас записывать помощь shadow play потому что я уже записываю второй раз первый раз почему-то не записался у меня половина разговора вообще даже здесь на рабочем столе а в игре и вообще черно-белый кран какой-то был хотя эта программка вроде как записано ладно чего и воду лью в общем вот зашли в игру заходим в опции здесь у меня конечно английском и надеюсь вы если что поставите либо на английский ли вы догадаетесь тут все-таки все те же самые менюшки просто переведены в общем калибровку именно самого руль я не буду проводить и педали потому что это на банальная такая операция сами сделаете там все понятно и так по моему вот эти значения можете посмотреть они у меня немножко другие по моему был полтинник здесь полтинник здесь ноль по моему тоже 0 был здесь полтинник ну в общем это я для себя подстроил как мне удобнее как мне больше нравится можете попробовать их такие желательно попробуйте их все что я делал как бы абсолютно идентично чтобы не было так скажем разных результатов я вам говорю про один результат а потом скажите вот у меня что-то там не так не сяк в общем выставляйте так если хотите абсолютно получить такой же результат как у меня ну абсолютно скорее всего не будет из-за чего я скажу попозже в общем дальше такие значения тоже отличаются прилично здесь уже прилично отличаются от заводских здесь так скажем поплясал с бубном чтобы добиться нулевой практически мертвой зоны максимальной жесткости руля там чтобы без клиппинга короче сбалансировал все свои хотения с помощью параметров вот это силы шин 150 там что-то момент раляля то есть нолик тоже был это мой остался здесь заглаживание позиции колеса здесь на 4 был сделан 6 у нас как поле сглаживание позиции колеса я не знаю как за руля то есть более ну так скажем значение не резко если они знают многие есть немножко ощущается на более плавность какая-то в рулении ладно дальше вот это вот как раз значение прочее говорил возможно вам придется поменять даже если у вас g27 меня просто год с копейками валю поэтому я возможно не сильно там так скажем потёрся вот если у кого-то больше там мертвой зоны возможно вот это назначение будет сдвинуть там побольше вот это может быть даже можно не трогать лучше не трогать точнее в общем вот этим лучше параметрам поиграйте либо туда либо сюда посмотрите вот дальше эти вот на три значения остались теми же самым так а вот здесь вот по моему я ковырялся на именно такие что-то 116 было слишком сильно поменьше слишком слабо короче вот такие прям один в один ставьте не прогадаете так дальше здесь тоже век всерьез сдвигал и в разные стороны раздвигал потом потихоньку сдвигал в общем тоже эти параметры про практически до единицы и этот тоже 110 изначально по нулям было а здесь изначально по моему 0 15 070 было неважно это все ерунда ставьте как есть вот сначала может показать жестковат руль но потом обычно смягчается фидбэк не знаю почему немножко становится мягче иногда порой даже вообще пропадает некоторые силы как бак что ли я не знаю но я вам скажу что с этим делать попозже когда мы так скажем будем демонстрировать я мы я буду демонстрировать вам как выглядит клипинг с такими настройками хотел на вебку снимать я говорил это не говорил не знаю я уже второй раз записываю поэтому запутался самое главное то что вы видите на экране то что слышите можете включить вообще музыку не слушать меня тогда же будет мне кажется правильнее в общем пропадение фидбэка так скажем ослабление его сразу скажу нашел какую-то ерунду здесь можно сбросить настройки потому что так скажем файлы твиков берут приоритет игра так скажем обращается к ним эти значения соответственно выключаются можете скрутить все что угодно фидбэк не изменится но пару дней назад даже вчера по моему я обнаружил такую фигню если у вас начинает слабить силы обратной связи просто дернуть этот параметр на увеличение допустим и все как бы немножко ее усилит не вернет изначально но усилит будет намного лучше чем когда эти колеса проскальзывают просто как будто на какую-то ледяную поверхность с вцеплением как у асфальта то есть как бы сила шин пропадает что ли то есть как бы остальные вроде эффекты есть а вот силы шин нет и поэтому ты круг швелем как будто какую-то лужу масляную машину вроде едет нормально не правильно само собой так что вот так что пока что будут дергать этот параметр они знают походу баг потому что профайлер удалял вроде вычищал там какие-то файлы были но не до конца кстати вычистил почему-то настройки вообще остались может быть это из-за этого может быть если кто подскажет там пишите где еще можно вычистить профайлер кроме как самой папки и в пользователях в локал в локал там сеттинге короче два файлика каких-то в общем как лучше машины смотрим да фидбэк по графику катится вот до конца положения выкручиваю все как машина не едет соответственно и ручь в центральное положение возвращается он упирается как настоящий машин там немножко куда-то подбирается так скажем и отпружинивает обратно что он довольно тяжелый довольно тяжелый приходится но даже не как даже не как с гидроусилителем я бы сказал похоже чем-то и сильнее клиппинга как бы нету пока что нету будет немножко конечно сейчас прокатимся сильно крутишь так вот на так скатимся немножко у меня чуть-чуть на нейтралочки ведь я буду отпускать руль периодически почему хотел на выпукты снять чтобы было видно когда я его отпускаю отпускаю чувак не отпускает когда переключается сейчас я не держу руль вообще напрямую вот разгоняйте ну чё подругу сама собой вот напрямую опять отпустил начинать немножко раскачивать на точку но это логично скорость не маленькая но не кидает машину торможение тоже тоже без рук как бы юзер пошла юзер так так кочечки проедем правым колесом эх не попал молодец какой левым так я не держу сейчас вот тоже не держу практически никогда не держу так подруливаю так чтобы было видно как себя ведет руль какие звуки издает клипинг как то как у какового нет есть но минимально раньше я не ощущал допустим при повороте направо какие то неровности только по ребрикам сейчас кстати что то тоже ну вот есть вот сейчас есть вот и этого не было раньше то есть руль был жесткий но меньше так скажем ощущалок на дороге было сейчас устро поинтереснее опа сейчас бабах что это не конкретно что то что еще хотят показать в принципе это все сами как бы почувствуете я надеюсь надеюсь очень надеюсь что у вас будет примерно такая же обратная связь как у меня я сейчас очень доволен в принципе вот ну у кого руль постарше там с мертвой зоной можете с значением поиграть с машиной что-то мне не едет без колеса походу вот ее вправо тянет кстати говоря руль сам вправо смещается ну оно и логично как из колеса не будет смещаться сейчас сейчас еще разочек так сейчас еще раз проедусь выключил звук на колонках не буду ничего говорить просто послушайте звук самого фидбэка ну не только фидбэк конечно всего руля услышите до встречи до встречи и до встречи Играет музыка Когда руль потише, руки смягчаются, приглушают Не всегда, сейчас я держал просто не сильно Еще зависит от высоты неровности Ну, в общем, как-то так Что дальше? В принципе, сами поймете Что это прикольно Ощущать так автомобиль В мертвой зоне практически нет силы Очень даже неплохая Очень даже неплохая Ну и, как видите, качество без клиппинга В общем, удачно настроить вам Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok